Молодежь в помощь украинским депутатам. С долгу на Веринской области без молодых людей. Спортивной наружности не обходится почти ни одно заседание гурсовета. Сегодня снова пожаловали. Имен не называют, с прессой не говорят. Но кое с кем из народных избранников общаются. Зачем и кому нужны эти молодые люди, выясняли наши корреспонденты. Они не снимают головные уборы и занимают все свободные стулья. Их много взрослые и совсем юные. Кого представляют, понять трудно. На вопросы реагируют агрессивно. При попытке снять на видео или сфотографировать, прячут лица. Перед началом сессии Владимир Ковальчук, он депутат облсовета от радикальной партии, проводит инструктаж в коридоре. В сторонке национальный корпус. Они единственные, кто представляются, не стесняясь. Вот только в зал их не пускают. Мол, паспортов нет. А вы что, это на нас-то раздонимаете? Говорят, приехали, чтобы предотвратить возможные конфликты на сессии. Мы считаем, что если сессия будет проходить в таком русле, как она проходила в прошлый раз, когда были поручения права депутатов, когда им перешкодили, то мы будем проходить на каждую сессию. Мы не защищаем никого. Мы защищаем только пустых, злобые девчатки. А конфликты в Злобунове были. На предыдущей сессии депутат райсовета Александр Андреюк силой возвращал депутата облсовета радикала Владимира Ковальчука в сессионный зал, который он покинул вместе с радикалами-депутатами Гурсовета. Я к ссури! Я к ссури! Я к ссури! А вот так на сессии Римненского облсовета тот же Ковальчук боролся за кресло главы. Тогда тоже было много тех, кого называют активистами. Противостояние было длительным и серьезным. Повторения опасались и вздолбунами. Коалиция в местном Гурсовете уверена, оппозиция пытается захватить власть. Может, поэтому без силовой поддержки никак. Как же иначе объяснить наличие такого количества молодых людей спортивного телосложения и характерной наружности? Уже после закрытия сессии Владимир Ковальчук делает заявление об избиении депутата от самопомичи. Якобы это произошло перед началом заседания. Вот только сам избитый депутат на трибуну не вышел и никаких заявлений не сделал. Драк в Долбуновском Гурсовете сегодня не было. Сессия прошла спокойно. Так что полицейские остались без работы. Для обеспечения порядка их сюда прислали несколько десятков. В том числе и спецподразделения, бойцам которого пришлось просто наблюдать и дежурить. Простояли без дела и так называемые активисты, цели которых, видимо, слишком секретны, чтобы говорить о них с открытым лицом. Андрей Кровец, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Римнинская область.